Веста тех наверх, большие и маленькие любители крупных калибров, Александр Петров сегодня с вами, у меня в гостях Sims, американский премиум эсминец седьмого уровня. Дело в том, что корабль давно продается у нас в премиум магазине, уже наверное в этом году он отметит свой трехлетний юбилей, если я не ошибаюсь. Ну и меня частенько спрашивают, стоит ли покупать, что за аппарат и так далее и тому подобное, сейчас мы попробуем с вами во всем этом разобраться. Кстати, в левом верхнем углу, друзья, вы видите герб Иркутска, спасибо за это большое доброму Ярику, за то, что он поддерживает наши видео и стримы. Ну а если вы хотите, чтобы герб вашего города попал в наш следующий видос, пожалуйста, напишите внизу в комментариях город, в котором вы живете и какой город наберет больше всех лайков, именно тот герб и попадет в наше следующее видео, друзья. Ну а теперь давайте поговорим про корабль. Итак, корабль седьмого уровня, здесь у меня девятнадцатиперковый командир сидит, увеличенное количество хп, шестнадцать двести пятьдесят. Безусловно, корабль должен, с одной стороны, напоминать Махан, потому что он здесь седьмого уровня, но скорее, на мой взгляд, он больше, наверное, напоминает Бенсон в топовом корпусе, нежели чем Махан. Почему? Здесь, во-первых, есть уникальные торпеды, они прям очень уникальные, значит, они идут на 9,2 километра, но у них максимальный урон восемь с половиной тысяч, и дальность, ой, прошу прощения, скорость хода торпед сорок девять узлов. Очень медленные торпеды, ну прям очень медленные торпеды, и уйти от них, в принципе, особого труда не составляет, с одной стороны. Есть здесь другие торпеды, более быстрые, но у них дольше перезарядка, и дальность хода, по-моему, пять с половиной километров или что-то такое. Ну, то есть, практически в упорах кидаешь. С одной стороны, можно пользоваться и такими короткими торпедами, но с другой стороны, у длинных торпед есть безусловный плюс, это перезарядка. Она здесь очень быстрая, быстро кдшится у нас торпедки, и это безусловный плюс в том плане, что вы можете просто спамить их с достаточно большой скоростью и забрасывать противника, ну, как сказать, именно с затоплениями, а не прямым уроном торпедами, потому что прямой урон достаточно маленький, а вот с затоплениями здесь все более-менее в порядке. Соответственно, еще плюс торпед в том, что дальность засвета у них, если я не ошибаюсь, по-моему, 0,9 километров, то есть вообще очень. А как он светится, интересно? А, видимо, он находится на... А, он вышел из дымов. Значит, для чего, в первую очередь, хорошо этот эсминец подходит? Да, в общем, для всего. У эсминца есть возможность делать все, что хотите, есть возможность и контрить эсминца противника, есть возможность перестреливаться в ближнем бою, все, что хотите, все, пожалуйста, есть. И корабль может показать себя очень-очень эффективным аппаратом, если вы его правильно используете. Да? А ну-ка, хрен тебе торпеды. Подвойский. Вот ты подвойский. Ну, какой подвойский? Подвойский. Ну, как видите, здесь просто адовая скорострельность, все в порядке в этом плане, но пробивает, конечно, нас неплохо. Что сказать здесь, что граф Шпе у нас будет не столь эпичен и не возьмет здесь гидрокусь. Да, конечно, всякое бывает. Да, достаточно неприятная здесь у нас ситуация. Сейчас мы, наверное, все-таки попробуем отсюда уйти. Хотя вот, не знаю. Ну, посмотрим. Понадеемся, что граф Шпе не возьмет гидрокустический поезд. По-моему, 4.2, по-моему, светится у нас наш замечательный аппарат, если я не ошибаюсь. Спасибо большое. Блин, чёрс, это вот прям... Это было то, что надо. Да, походу, нету здесь... Нету здесь... Нету здесь гидроакустики. Ну что, попадём? О, да! Одна торпеда без затопления заходит у нас в месье Колорадо. Как видите, достаточно долгие американские фирмишные дымы. Совершенно спокойно можно их использовать. Подвозить пошли поддеваться. Вот. Ну и... Ну куда? Ну куда ты пошёл? Ну куда ты, чёрс? Чёрс! Брось эту историю. Куда ты попёрся? Ты же сейчас... Вот и торпеды об него не сбросишь. Вот как с ними бороться? Как бороться с такими союзниками? Непонятно. Посмотрите, за счёт пробития фугасов очень хороший урон заходит в Колорадо. Прям вообще на ура. Цикарки отличные. В общем, стрелять можно с большим удовольствием. Вообще абсолютно никаких проблем. Опять же повторюсь, что торпеды здесь именно хороши для спама. В расчёте на то, что ты поймаешь корабль на поджоге, потом устроишь на затопление. Чё-нибудь такое дойдут, интересно? Дойдут. Надо же... Едам ещё раз и кого-то утопить. Боже, куда я попал? Это шоу просто. Так, продолжаем разголовку. Что ещё интересного? Здесь интересная дальность стрельбы. 12.9 без каких-либо разгонов. Надо забирать графшпе. И это, безусловно, круто. Потому что 12.9 это... Ого-го-го-го! Вот. Но перестреливать, скажем, с Леоном на открытой воде я бы не стал. Но у меня, с другой стороны, особо вариантов, походу, сейчас нету. Леон меня тоже будет сейчас прессовать. Так. Что касается противника. Нам, наверное, сейчас надо развернуться и встретить Николаса. Который будет нас ждать в районе точки B. Давайте попробуем сейчас поджечь всё-таки Леона. Он сейчас отстрелялся. Может быть, нам удастся это сделать. Как знать. А вдруг бывает счастливые случайности. Ну и проспавим торпед куда-то в ту сторону. Как видите, мы уже одну торпеду попали. Мне кажется, мы выполнили практически план минимум для сегодняшнего дня. Попасть хотя бы одной торпедой. Я это уже не понял. Давайте. Вот он, Николас. Засвечивается. Ну и вперёд. Николас, кстати, я не помню, оставили ли стоковый корпус. Но в стоковом корпусе у него орудий даже больше, чем у меня на 70. Он перед зарядкой, по-моему. В отличие. Так, поехали. Давайте перестрелочку с Николасом. Я готов. Сейчас будет тут кружить туда-сюда. Да, вот, кстати, по эсминцам с пробитием фугаса всё прям здесь отлично заходит. Можно прям перестрелиться с большим удовольствием. Вообще, корабль очень хорошо годится именно для контур-эсминцев. В смысле, как контур-эсминец. Он в этом, наверное, немножко напоминает немцев. В том плане, что у него перезарядка торпед быстрая. Хотя это я, конечно, брежу немцев. Он нихрена не напоминает. Потому что немцы есть гидроакустика. А у имса, конечно, никакой гидроакустики нет. Но зато есть заградка. К сожалению, а может быть и к счастью, особо часто использовать её здесь у нас не получается. Потому что всё-таки авианосцы не так часто встречаются. Друзья, надо спасать положение. Пока я тут болтаю, у нас катастрофа по точкам. И фиджи. Это достаточно опасный фиджи. Что касается противников. На кого лучше попадать? На девятки или на семёрки? Вообще, как обычно, для эсминца, по-моему, абсолютно никакой разницы в этом нет. Вы можете попадать против девяток и против семёрок. Против девяток. С одной стороны, конечно, минус. Потому что больше торпед надо потратить на противника. С другой стороны, есть и свои плюсы. Потому что больше домашки, чёрт возьми, это же тоже хорошо. Так, давайте попробуем угадать, где там этот Николас стоит в дымах. Вот, в принципе, мы заходим к нему достаточно неплохо. Есть варианты его обонаружить здесь. Надо было, наверное, всё-таки похитрее немножко бросать, подождать. Всё страшно. Кто-нибудь-то должно получиться. Посмотрит. Не, он, наверное, немножко назад отошёл. Ближе, именно, к травам. В чём на света. Рисовал какую-то кракозябру. Да, Николас, походу, вообще ушёл в другую сторону. Окей. Ага. Вот он. Ай-яй-яй-яй, неудачно выходим из борта. Неудачно. Сдохнуть от торпедного залпа Николаса. Поэтому сейчас будем хорошо так вертеться и крутить. Забираем Николаса, но здесь за свет есть где-то Фиджи неподалёку, друзья. А вот и акула за кормой. Ну, наверное, было бы толку больше, если бы ты всё-таки стрелял мне. Торпеды бросал. Фиджи уже вот здесь, как видите, неподалёку. Но встречаться именно с Фиджи у меня желания абсолютно нет. У неё есть акустика и всё-таки приятных историй. А вот с Баварией встретиться можно. Пока там наши товарищи разбираются с противником, я думаю, что мы как раз пойдём именно на Баварию. Но вот, как видите, встреча с эсминцами, что с подвойским, что с Николасом, вообще абсолютно никаких проблем. Ещё, помимо всего прочего, здесь за счёт отличной манёвренности очень даже здорово получается и торпеды проходить мимо, и многое-многое другое. В этом плане всё в полном порядке. К сожалению, наверное, перестаётся ездить. Я Баварий бросил на счёт, если он будет подворачивать, но Бавария что-то подворачивать не хочет, зато Фиджи там идёт. Чё-то не идёт. Ползёт, скажем так. Надо, чтобы Бавария выстрелила, и тогда мы сможем встать где-то вот здесь вот в дыму около острова и немножко её пощупать. А я, наверное, стрелял уже. Клюшки летят или это от Фиджи? Сейчас посмотрим. Я думаю, что всё-таки мы именно подождём, когда... Подождём, когда Бавария что-нибудь сделает. Мне кажется, там должна уже она светиться, по идее, так что... Я думаю, что мы можем постоять в дымах и позаниматься нашим... А, хренушки нет, не видно Баварию. Чёрт. Ну вот, Бавария, давай. Конечно, здесь фирменная американская вот эта баллистика с забросами через космос. Ничего здесь не поделаешь. Есть такая проблема. Вот Фиджи там в дымах, кстати. Вот, там тоже можно торпеду. Ну, а если к ней привыкнуть, то нормально. Ещё, кстати, Симс обладает достаточно неплохими поджогами. Ну, как неплохими? Нормальными. За счёт того, что очень высокая скорострельность, есть возможность очень плохо всё-таки сжигать. Светись, пожалуйста. Бавария, будь человеком. Давай, Бавария. Давай. Бабах. Бабах и Бавария. Ну, 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 ну. Там просто... С одной стороны... С одной стороны. С другой стороны. Я думаю, можно выйти и постреляться в открытую артиллерию. И, конечно, там есть Фиджи, но... Друзья, а что мне тут Фиджи на таком большом расстоянии? Ну, попасть по мне будет достаточно сложно. А Бавария явно по мне, блядь, не будет в этой истории. Да? Бавария. Ух ты, нихрена себе ситуация. Вот тебе и ситуация. Что-то мы не ждали, друзья. Ждали чего угодно, но только нету. Бавария, короче, не хочет попадаться. На торпедике. Не, Фиджи там что-то вышел. 9 километров для Фиджи это уже не так плохо. Бавария, к счастью, без ПМК, поэтому особо она нас покусать не может. Куда будет поворачивать? Мне бы хоть куда ее, не знаю, торпеду... Пробросить. Мы тут кидаем во все стороны. Есть, может, вариант куда-то попасть. Ох ты ж, попал. Ахальник. Ладно. Рано или поздно, я думаю, ты либо на торпеду поймаешься, либо просто я тебя сожгу в одну из двух. Главное, чтобы Фиджи по мне не палил. Это вот прям будет хорошая история, потому что... Собрал гнезинау, соответственно. Ну, сейчас... Тут куда еще стрелять, кроме как по мне. Давай, 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 давай. Подгораем, подгораем, дружок. Оп. Был пацан. И нет пацана. Давайте еще торпед. Ну, я говорю, что торпед у меня здесь просто огромнейшее количество, и бросать можно каким угодно вообще. Макаром. Куда нравится. Тем более, чем больше хп снимают с Симса, тем больше у него торпедных возможностей, потому что... Потому что, потому что, потому что, потому что, потому что КД у него улучшается. Ну, кстати, достаточно долго думал. Может быть, даже что-то и зайдет. Да, наверное, вряд ли. Бавария достаточно короткий корабль, и поймать торпеду это, мне кажется, достаточно затруднительно. Ну, в любом случае, у нас есть фугасы. А Бавария в процессе маневрирования ей будет не очень приятно по нам стрелять, тем не менее. Если учесть особенно, что я еще и кручусь туда-сюда, то определенно я не являюсь для нее самым приятным целью самой приятной. Нет, не попадает она по мне. А посмотрите, вот в чем, конечно, минус. То, что даже несмотря на пробитие на инновационный взрыватель, немцы очень плохо пробиваются фугасами. Есть у них такая вот линжечка. О, еще пожар. Гори! Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Значит, подсосут, ведь. Хочешь на подсосут? Бабки не ходи. Нормально, убираем. Убираем, 90 тысяч на стрель, но вообще на изичах с огромным удовольствием повоевал и на симпсе. Я, кстати, на нем проходил ранги. Помнишь, какой там сезон, когда семерки были с огромным удовольствием. Прокрал на этом корабле. Он реально классный, приятный. Тут всю команду почти в два раза перестреляли. Пять тысяч торпедами. Семьдесят шесть торпед выпущено. И на пять тысяч попали. Вот такие мы молодцы. Четырест пятьдесят семь выстрелов. Двести сорок два попадания. Достаточно, кстати, хороший результат для главного калибра. Немножко пожгли, хорошо постреляли. Ну и за что нам столько денег? За Зулу отсыпать. В общем, в общем и целом мы нафармили больше трехсот пяти тысяч. И если, я имею ввиду без Зулу, если сравнивать с том же самом Абруци, то просто корабль на голову выше фармит. Это, конечно, очень круто. На Симп, друзья, на Симпс я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно. Поставьте лайк под видео, подпишитесь на канал, если любите живые гайды. Поддержите автора. Ну и не забудьте написать, в каком же городе вы живете. Чей город наберет больше всех лайков. Вот и попадает у нас с вами следующее видео. До новых встреч и пока-пока.